Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. В этом выпуске поговорим о монетах, которые могут дать большие прибыли в ближайшие недели. Мы разберем конкретные точки входа, уровни для стоп-лосса и уровни, где нужно фиксировать прибыли. Я взял этот список с канала Криптонайт и перевел специально для тебя, поэтому ссылка на оригинал в описании. Я сам повторил все эти сделки и посмотрим, что из этого получится. Если тебе нравится подобного плана контента и ты хочешь больше таких сигналов, почему бы не поставить лайк? Давай наберем хотя бы 8000 лайков под этим видео. Мне будет очень-очень приятно, а каналу это помогает расти. И еще никогда не вкладывай в криптовалюту деньги, потеря которых сильно по тебе ударит. Например, я обычно вкладываю в сделки не больше нескольких тысяч долларов, но в твоем случае эти цифры могут быть другими, меньше или больше, например 100 долларов. Кстати, индикаторы, о которых пойдет речь дальше, можно найти на сайте tradingview.com. Всем привет! Сегодня поговорим о монетах, что могут дать большие прибыли в ближайшие недели. Прежде чем начать это видео, хочу предупредить, что торговля альткоинами – это рискованное занятие, и контент, который я тебе покажу, это не финансовый совет. Всегда проводи свое собственное исследование криптовалют, прежде чем принимать решения. Итак, первая монета, о которой пойдет речь – это Shiba Inu. Это одна из самых популярных монет в криптопространстве. Мы видим, что она уже дала массивные прибыли, но сейчас находится в состоянии коррекции. И это одна из причин, почему я хочу зайти в эту криптовалюту. Сейчас она торгуется на этих топовых биржах. А теперь давай перейдем к графику, на котором я покажу свои точки входа, стоп-лосс и тейк-профит. Мы видим, что даже после коррекции Shiba все равно находится в восходящем тренде. И сейчас ее цена болтается около 20-дневной средней скользящей. Я зайду как раз где-то в этом диапазоне. Почему я собираюсь это сделать? Если мы посмотрим на индикатор канал Кельтнера, то мы увидим, что цена прямо сейчас находится на верхней границе этого канала и оттолкнулась от нее. Обычно это хорошая точка для входа. Как я уже говорил, как только цена находит поддержку на верхней границе этого канала, мы понимаем, что цена будет отскакивать. Вторая причина, почему я купил Shiba Inu, это стахастический индекс относительно силы. Этот индикатор находится практически на дне. Обычно это хороший сигнал для того, чтобы зайти в монету. Поэтому я прямо сейчас захожу на этих уровнях. Мой стоп-лосс будет находиться на предыдущем низе. На какую же прибыль я рассчитываю в ближайшие недели? Цель является высота этого треугольника, и приблизительно на этих уровнях я и буду фиксировать прибыли. Еще раз, я захожу на отметках 50-65, стоп-лосс я поставил на уровне 43-73 за монету. Прибыли я буду фиксировать на отметках 10-659 за одну Shiba Inu. Это моя конкретная сделка по этой монете с потенциалом около 112% прибыли. Я думаю, что шанс этой сделки достаточно высокий. Если же она окажется неудачной, меня спасет мой стоп-лосс. Соотношение риска к прибыли в этой сделке равняется 7 к 1. Следующая монета, которую я покупаю, это New Saifa. Это одна из монет, что даст потенциальную прибыль в ближайшие недели. Мы видим, что максимальное предложение этой монеты 3,9 миллиарда штук. На данный момент в предложении 687,5 миллионов монет. Она торгуется на топовых биржах. Перейдем на график и разберем мою стратегию для этой монеты. Это график New Saifa. Мы видим, что после этого взрыва цены она находится в коррекции сейчас. Я всегда покупаю на падениях, а фиксирую на росте. Для меня эта монета выглядит сейчас привлекательно. Все очень похоже на Shiba Inu. Если мы наложим канал Кельтнера, мы увидим, что цена нашла свою поддержку на верхней его границе и отскочила от нее. Для меня это хороший сигнал на покупку, но стоп-лосс обязателен. Потому что, если эта монета начнет падать, она будет делать это жестко. Поэтому я не хочу потерять слишком много на потенциальном падении. Второй индикатор тот же, что и для Shiba Inu, 100 хатический RSI. И он находится на дне. И уже достаточно продолжительное время. Однако в последние дни он начал расти, поэтому я и обратил внимание на эту монету. Теперь давай покажу тебе мою конкретную сделку. Мой вход будет на отметке 0.87 доллара. Здесь я захожу. Стоп-лосс я ставлю ниже 50-дневной среднескользящей. А это около 71 цента за монету. Где фиксировать прибыли? Для этого мы ставим позицию, начиная от стоп-лосса и учитывая соотношение риска к прибыли 4 к 1. Выходит, что фиксировать прибыли я буду на отметке 1.55 доллара за монету. Это конкретный уровень, где я собираюсь ее продавать. Эта сделка потенциально может принести около 80% в ближайшие недели. Давай перейдем к третьей монете, и это Терра Луна. Луна уже показала себя неплохо за последние месяцы, и прямо сейчас она кажется хорошей для открытия сделки. В обращении сейчас находится 480 миллионов монет, а всего будет 957. Мы можем увидеть, что Луна только и делает, что растет, иногда переходя в достаточно массивные коррекции. Это первая причина, почему я хочу открыть сделку на Луне. Сейчас она торгуется на этих топовых биржах. А теперь давай перейдем на графики, рассмотрим конкретную сделку. Сейчас Луна стоит около 50 долларов. Мы видим, что она медленно, но уверенно поддерживает растущий тренд. Но скоро мы можем увидеть большой прорыв ее цены. Мы видим, что в качестве поддержки для ее цены выступают 20 и 55 дневная средняя скользящая. Это очень хорошо. Если мы обратимся к тому самому индикатору, что и в предыдущих монетах, то увидим, что верхняя его граница все так же выступает поддержкой. Причем уже достаточно долго, а это означает, что шансы на большое движение с каждым днем все больше. Но второй индикатор для Луны немного отличается от двух предыдущих монет, так как он все еще не нашел свое дно и находится в падении. Поэтому сценарий для Луны немного другой. Можно либо подождать, когда этот индикатор начнет разворачиваться, либо накапливать Терра Луна по текущему курсу и ценам немного ниже текущих. Поэтому я открыл три ордера. Первый по текущим ценам, а второй будет на уровнях 20-дневной средней скользящей. И, наконец, третий ордер находится на 55-дневной средней скользящей. Стоп-лосс я поставлю на предыдущем закрытии дня вот здесь. Вот это и есть моя конкретная сделка по Луне. Покупки за 56 доллара, 54 доллара и 41,6 доллара. Стоп-лосс на отметке 35,8 долларов. Где же я буду фиксировать прибыли? Опять ставим сделку с соотношением риск к прибыли 2 к 1. Это около 70 долларов. На этих отметках я буду продавать. Терра Луна может дать прибыли в ближайшие недели. Меня зовут Богатей Ищи Ди. Подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!